здравствуйте друзья по поводу новой программы которые сегодня президент байден объявил для ускоренного гуманитарного пароля для выходцев с украины я сделал сегодня два маленьких сюжетика ну просто как бы по горячим следам знаете и я их уберу и оставлю вот этот который сейчас записывают потому что там некоторые противоречия и тогда значит что мы знаем на сегодня хотя мы на сегодня знаем далеко не все значит будет веб-сайт на котором насколько я понимаю люди будут заполнять вот эти applications для того чтобы попасть на программу нужны будут спонсоры в соединенных штатах которые материально как бы состоятельно чтобы это поддержать для спонсоров будет специально место я так понимаю где они могут сказать что вот я хочу кого-то спонсировать очень большое движение сейчас среди американцев если вы пойдете на google там и поищите например там как спонсировать семью украинских беженцев вы увидите что творится очень очень много людей колоссальное количество людей хотят спонсировать поэтому это не будет так сложно как может показаться и допустим у вас никого нет это еще ничего не значит кроме того спонсорами могут быть общественной организации ну как не государственная так формулировка не государств церкви могут быть и православные и баптистские и католические какие угодно совершенно не обязательно чтобы вы при этом были той конфессии который принадлежит эта церковь это совершенно необязательная вещь вот значит что еще для того чтобы иметь право на участие в этой программе человек должен был находиться в украине я не знаю как они это будут реально проверять но должен был находиться в украине на 11 февраля то есть почти за две недели до начала войны начала вторжения со стороны российской федерации человек должен был находиться в украине то есть это не так как вот сейчас они пересекают допустим с украинским паспортом приходят на мексиканско-американскую границу и достаточно того чтобы в семье был человек с украинским паспортом там не выясняют где он жил с этим украинским паспортом может быть он там последние два года в турции живет это как бы паспорт есть и проходить значит сейчас это будет по-другому он должен физически был находиться в украине на 11 февраля чтобы считать его жертвой вот того что там значит происходит теперь это к по памяти нахватался в разных местах значит что касается того что происходит на границе с мексикой 25 числа в понедельник 25 апреля в понедельник должен открыть этот веб-сайт там должна начаться вот эта вот регистрация и начиная с 25 числа в понедельник они не будут пропускать больше людей на мексиканско-американской границе вот то что раньше было исключение по закону title for city и сделали для украинцев исключения и вот на с учетом пандемический всяких там запретов и так далее для украинцев было сейчас исключение значит больше так работать не будет говорят они и еще раз мы не знаем это не окончательная версия мы мы еще не видели как бы какой-то совсем совершенно официальный и полный документ говорят что потом подойдут там какие-то разъяснения но пока что из того что написано значит написано что будут разворачивать и отправлять на вот этот самый веб-сайт понятия мы не имеем о том как долго будет идти процесс с этим самым веб-сайтом то есть в принципе есть веб-сайт по гуманитарного пароля но там как бы он навечно да там он сейчас есть не специально для украинцев а какой-то там есть там до конца жизни будешь стоять вот этот как бы относительно быстро относительно это ключевое слово это не будет там за один день там они за два дня значит соответственно они должны проверить ну с точки зрения там безопасности и какие у них там еще проверки должен быть спонсор какие-то документы там должны быть туда значит загружены погружены это будут делать не роботы это будут делать живые люди и и богу это не 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 выглядит вот с моей точки зрения как человек который так представляет немножко как работает американская бюрократия не бог весь как сильно представляю ну как-то это не будет быстро вот точно так же как сейчас например вот ты приходишь по гуманитарного пароля и ты имеешь право обратиться с разрешением на работу да вот можешь прям в первый же день обратиться но когда ты его получишь тоже интересно да вот люди говорят мы уже несколько месяцев и не можем получить вот так что сколько там людей будут обрабатывать эту информацию но что интересно что ограничений нет нет квоты нет никто не сказал что это будет вот там 100 тысяч человек или 10 тысяч человек или там миллион человек вот сколько надо вот сколько спонсоров там найдется и эти спонсоры не должны быть родственниками они просто люди которые готовы так сказать вот заниматься и вами когда не помимо вами но теми кто приедет это не та программа на 100 тысяч беженцев этом это отдельно да там где будут отдавать предпочтение тем у кого есть родственники и мы не знаем какие родственники и мы не знаем может ли быть спонсором от ребята спрашивает может ли быть спонсором человеку которого только green card или он обязательно должен быть гражданином я не знаю я думаю что по моей по моим понятиям да значит этот может должен быть любой там постоянный житель а может быть даже и green card у не обязательно допустим у него он по рабочей визиту уже два года находится или там сколько-то находится у него есть зарплата и он может кого-то спонсировать может быть и так то есть нет разъяснений мы четко четко не знаем и я не хотел бы чтобы мои сюжеты которые сразу по горячим следам чтобы они так создавали какую-то такую нервозность или там сумбур какой-то поэтому я еще раз я повторю я сниму вот эти два которые там есть и повешу вот этот вот он который как бы более информированный так скажем более больше информации все до кучи я не догоняю вторым сюжетом первое просто делаю один сюжет я смотрел выступление байдена и он там сказал что вот мы вводим эту систему чтобы не приходилось людям чтобы них не было необходимости через мексику проходить знаете и как бы у меня на почве вот этого сложилось впечатление что ничего такого там пожалуйста то есть можно но но просто зачем да вот мы так вот потом уже начались другие вещи какие-то документы тут какие-то документы там что-то написано на сайте департамент департамента госбезопасности homeland security и это же и там они писали в будущем они как вот выступит ожидается выступление президента где он объявит вода такой такой-то программе то есть по времени было до выступления короче некоторые такая суматоха и период непоняток да вот мы сейчас имеем я не знаю как долго это продлится что пару дней может быть может может и один но я когда прочитал вот это вот то что на границе будут заворачивать начиная с понедельника я разволновался потому что люди которые сейчас в пути люди которые они там билеты и там что я я надеюсь что до 25 до понедельника те кто там сейчас на границе есть и успеют пропустить может быть они увеличат пропускную способность чтобы уже точно всех там пропустить я надеюсь я не знаю но поскольку в первом сюжете я сказал что это типа как пожелание а не запрет да я значит потому что надо вообще убрать эту фигню чтобы не получилось что я кого-то спровоцировал поехать в то время как уже было поздно ехать во всяком случае будьте осторожны вот такие у меня слова будьте осторожны и я наблюдал уже такое фигню 30 с небольшим лет назад когда вот это беженская эмиграция была из советского союза когда нельзя было никуда так просто выехать вот приехать с сша и попросить мы в москве проходили но собеседование но до того как в москве открыли сам этот процесс собеседования люди выезжали по израильским визом причем не только евреи выезжали по израильским визом по израильским визом договорились с израильским посоль там ехали там баптисты пятидесятники там и тогда то есть религиозные группы выезжали тоже с израильскими визами а там уже дальше с ними разбирались и вот то есть люди ехали вену потом это поменяли там на будапешт там были свои какие-то вопросы но ехали в вену там первично оформлялись дальше ехали в италию и там в италии ждали значит проходили интервью на статус беженства бы так далее и вот был момент когда это изменили у меня видео есть на эту тему как наверное на любую другую то есть видео как это все происходило но они закрыли закрыли вот эту вот эту часть как раньше дату и сказали больше не вы не поедете больше в италию закрываем все эту лавочку в италии закрываем а будете проходить интервью в москве и подвисли люди которые сидели в италии многие в отказе там были надо было повторно что ты вот она подвисла и они перенаправили потоки то есть получилось так что раньше там существенный очень существенный процент там скажем евреев выезжающих из ссср ехали в сша там в канаду еще куда-то а когда они вот эту фишечку сделали то получилось что уже практически можно в сша канал только если там прямой родство там и так далее и поток перенаправился на израиль в общем я просто к чему говорю что я уже наблюдал вот такой вот бюрократическое такое переключение когда люди которые где-то оказались в процессе там и они ну ну как бы планы планы им пришлось менять а некоторые в общем по-своему пострадали хотя в конечном счете там по прошествии времени вроде бы все улеглось утряслось но тем не менее поэтому давайте подождем немножко я буду руку на пульсе держать подписывайтесь на наш канал следите за новостями вот а я буду со своей стороны оперативно реагировать хорошо счастливо друзья